Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Новая неделя будет не менее интересной, чем предыдущая. Начиная со вторника, запланирована важная публикация макростатистики, которая сможет повлиять на ход торгов валютными парами. Центром внимания вторника станет европейская сессия, где состоится публикация делового климата Германии от Института ИФО за август. Утренний релиз показателя может значительно повлиять на ход торгов единой европейской валютой. При этом отметим, что начиная с апреля этого года индекс умеренно снижается. Если фактическое значение поддержит ранее взятый тренд, тогда единая европейская валюта окажется под давлением. Позже на американской сессии Бюро переписи населения обнародует текущее значение объема продаж жилья на первичном рынке США за июль. Если продолжится рост данного показателя, тогда американская валюта может укрепиться в рамках спекулятивной торговли. На американской сессии среды интересу трейдер вызовет публикация индекса объема заказов на товары долгосрочного пользования США. Традиционно данная публикация способствует росту волатильности долларом США в первый час торгов. В случае публикации положительного фактического значения и вследствие чего продолжение динамик роста показателя, создадутся предпосылки для укрепления доллара США в первый час торгов. Не исключено, что особое внимание трейдеров в предстоящей торговой неделе сосредоточится на американской сессии четверга. Бюро экономического анализа обнародует окончательное значение ВВП США за второй квартал этого года. Следует отметить, что ожидается рост данного показателя, поскольку предварительное значение, которое было опубликовано в конце июня, вселило оптимизм инвесторам и участникам рынка. Поэтому публикация текущего значения выше предыдущего может укрепить американскую валюту. Что касается такой валютной пары, как евро-доллар, то в случае закрепления ниже района 1,100 ожидается дальнейшее снижение с целью до отметки 1,9000. Конец торговой недели будет насыщен публикациями макростатистики из Японии, Германии и США. К важным событиям азиатской сессии пятницы можно отнести релиз индекса потребительских цены и уровня безработицы Японии за июль. На фоне замедления темпов экономического роста страны восходящего солнца не исключается рост уровня безработицы. Поэтому публикация фактического значения выше предыдущего спровоцирует снижение иены против других основных валют. Напомним, что иена в паре с долларом США держится выше поддержки в районе 124.20. На европейской сессии особый интерес участников рынка может сосредоточиться на следующем. Статистическое агентство Германии предоставит предварительное значение индекса потребительских цен за август. Продолжение динамики роста показателя может укрепить евро. А на американской сессии состоится релиз пересмотренной статистики по потребительскому настроению и уровню инфляции от Мичиганского университета за август. Учитывая высокую степень важности данных показателей и ежемесячную периодичность публикаций, можно ожидать рост торговой активности долларом США. Подводя итог торговой недели, следует ожидать увеличенный интерес на такие валюты, как евро, иена и, конечно же, сам американский доллар. Новостной фонд будет способствовать к спекулятивной торговле практически каждый день. Я вам желаю успешных торгов и до встречи! Погрузитесь в мир финансовых новостей, подписывайтесь на канал в YouTube Forex Fibogrupp TV и получите актуальную информацию о Forex от компании Fibogrupp. Субтитры создавал DimaTorzok Fibogrupp – ваша финансовая группа поддержки.